добрый день вы на канале хобби мк и сегодня я хочу продолжить свою морскую коллекцию и предложить вам связать вот такую вот кредку ниточка yarnart джинс скручена из четырех нитей можно разделить ниточку вдвое и ножки связать тоньше и длиннее набираем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 пропускаем первую петлю от крючка и начиная со второй провязываем 4 соединительных столбика 1234 снова 5 воздушных петель пропускаем петлю от крючка и еще 4 соединительных столбика вот что у меня получилось поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой и вот посмотрите есть боковые перетяжки это бока наших столбиков без накида вот в эти две перетяжки провязываем одну прибавку и вторую прибавку у нас получилось 4 петельки дальше мы будем вязать по кругу сначала за переднюю стенку петли потом за оставшуюся свободную заднюю стенку петли поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание делаем за переднюю стеночку петли прибавку дальше два столбика без накида и еще одна прибавка поворачиваем вязание у нас остались свободные задние стенки петель вот внимательно на них смотрим один два три четыре точно также подхватываем свободные стенки петель и провязываем прибавка два столбика без накида и прибавка вот посмотрите как выглядит сверху этот ряд он у нас теперь круговой в этом месте я прокладываю маркировочную ниточку чтобы вам было удобнее следить за рядами дальше вяжем без петель подъема столбик без накида прибавка два столбика без накида они должны прийтись на середину низа головы прибавка и еще 7 столбиков без накида до конца ряда перебрасываем маркировочную нить аккуратненько расправляем нашу работу и смотрим 1 2 3 4 должны располагаться по центру здесь у нас будет при палочка значит провязываем по схеме столбик без накида прибавка 4 столбика без накида по центру снова прибавка и до конца ряда нам осталось провязать 7 столбиков без накида всего по кругу у нас 16 столбиков с 6 по 9 ряд провязываем без прибавок и убавок по 16 столбиков по кругу дальше смотрим внимательно вот у нас идет вверх нашей креветочки и более пухлый идет низ поворачиваем нашу креветочку брюшком вверх аккуратненько сплюскиваем нашу форму и мне нужно найти 4 столбика без накида которые бы располагались ровно по центру 1 2 3 4 до 1 2 3 4 смотрим сколько петель к нам нужно еще довязать 1 2 3 4 5 петель нам нужно довязать то вот этой вот петли я убираю маркировочную нить довязываю петли смещения 1 2 3 4 5 дальше идут центральные петли брюшка следующие ряды мы провязываем только за заднюю стенку петель вяжем 4 столбика без накида это будет у нас пузико за следующую стенку петли мы должны провязать 3 столбика с одним накидом поднимаемся на одну воздушную петельку и провязываем за заднюю стенку петли 3 столбика с одним накидом дальше вяжем подряд 10 столбиков с одним накидом и за следующую последнюю петельку этого ряда провязываем 3 столбика с одним накидом вот что у меня получилось поднимаемся на 11 ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание только обратите внимание я поворачиваю так чтобы ниточка проходила через заднюю сторону петли снова работаем только с задней стенкой мы делаем убавку на 3 петлях вот эта петелька это у нас от воздушной петли подхватываем на крючок одну заднюю стенку вторую заднюю стенку и третью заднюю стенку провязываем все 4 петли из крючка за один раз вот так дальше вяжем подряд 10 соединительных столбиков 10 и еще раз повторяем убавку на трех петлях за один раз вот что у меня получилось поворачиваем вязание ниточка проходит сзади пропускаем одну петлю и начиная со второй точно так же за заднюю стенку провязываем соединительную петельку и теперь вот в эту же петлю мне нужно провязать три столбика с одним накидом первый столбик можно заменить тремя воздушными петлями но я сразу провязываю столбик с одним накидом как я уже неоднократно показывала своих предыдущих мастер-классах я вытягиваю петлю прижимаю пальцем делаю оборот этой петлей вокруг крючка имитируя тем самым накид подхватываю рабочую нить протягиваю ее сначала сквозь оборот снова подхватываю рабочую нить и право тягиваю сквозь две петли на крючке у меня получается столбик с одним накидом в начале ряда еще туда же второй столбик с одним накидом и туда же третий столбик с одним накидом дальше подряд 9 столбиков с одним накидом за задние стеночки петель мы все провязываем и за последнюю свободную стенку петель довязываем еще три столбика с одним накидом в одну петлю всего у меня получилось 15 столбиков в ряду поднимаемся на 13 ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 2 убавки подряд 7 соединительных столбиков за заднюю стенку петли и еще 2 убавки подряд у меня осталось 11 петелек поворачиваем вязание так чтобы ниточка рабочая проходила сзади пропускаем одну соединительную петельку и начиная со следующей провязываем соединительную петлю и в эту же петельку провязываем 3 столбика с одним накидом дальше 7 столбиков с одним накидом подряд и еще 3 столбика с одним накидом в одну петлю одну петельку мы не довязываем у нас получилось в 14 ряду 13 столбиков воздушная петля поворот 15 ряд провязываем по схеме 2 убавки подряд 5 соединительных столбиков еще 2 убавки подряд у меня в 15 ряду получилось 9 петелек поворачиваем вязание 16 ряд провязываем по схеме пропускаем первую петлю от крючка и во вторую провязываем соединительный столбик дальше вяжем 3 столбика с одним накидом в одну петельку все так же мы вяжем только за заднюю кромку петли 5 столбиков с одним накидом подряд и еще 3 столбика с одним накидом в одну заднюю кромку петли в 16 ряду у меня получилось 11 столбиков поднимаемся на 17 ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 2 убавки подряд 3 соединительных столбика и 2 убавки подряд всего получилось 7 петель поворачиваем вязание на 18 ряд 18 ряд провязываем по схеме пропускаем одну кромку петли и за вторую провязываем соединительный столбик дальше делаем 3 столбика с одним накидом за эту же кромку петли 3 столбика с одним накидом подряд и еще 3 столбика с одним накидом за одну заднюю стенку петли всего в ряду у меня 9 столбиков поднимаемся на 19 ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание следим чтобы у нас ниточка провернулась сзади работы делаем 2 убавки соединительный столбик и 2 убавки всего получилось 5 столбиков поворачиваем на 20 ряд пропускаем 1 соединительный столбик и в следующий делаем соединительную петельку снова провязываем за одну кромку петли 3 столбика с одним накидом дальше 1 столбик с одним накидом и еще 3 столбика с одним накидом за одну кромку петли всего в ряду у меня 7 столбиков воздушная петля поворот на 21 ряд провязываем убавку 3 соединительных столбика убавка всего в ряду 5 столбиков вот что у нас получается с лицевой стороны вот что получается с изнаночной стороны поднимаемся на 22 ряд воздушной петелькой поворачиваем вязание провязываем 2 соединительных петельки дальше делаем 4 воздушные петли и за эту же кромку петли и за эту же кромку петли провязываем 2 столбика с тремя накидами дальше делаем 2 воздушные петли и за следующую кромку провязываем столбик с одним накидом второй столбик с одним накидом 3 воздушные петли 3 воздушные петли из 3 воздушных петель формируем пико и еще один столбик с одним накидом за ту же кромку петли вот что получилось и за следующую кромку петель провязываем 2 воздушные петельки 2 столбика с тремя накидами 4 воздушные петельки соединительный столбик за эту же кромочку вот так выглядит хвостик теперь смотрите что мы делаем нам нужно объединить края хвостика я должна сделать соединительную петлю вот сюда у нас в начале ряда была первая соединительная петелька я во вторую соединительную петлю делаю еще раз соединительную петлю вот я как бы связала в кучку этот хвостик и теперь мы будем довязывать недостающие брюшко в начале я сделаю еще одну соединительную петельку вот сюда в основании ряда теперь обратите внимание вот у меня хвост и у него вот это перетяжка мы делали соединительную петельку для объединения за нее я провязываю прибавку дальше нахожу здесь свободную стенку петли по левому краю вот она и я делаю соединительную петлю вот что у меня получилось дальше по этой же левой стороне нахожу следующую соединительную петельку то есть я полностью пропускаю ряд столбиков с одним накидом и поворачиваю вязание у меня смотрите две соединительные петли я их пропускаю и вот у меня только столбики без накида именно за них я провязываю прибавка столбик без накида у меня получилось три столбика которые пошли на брюшко я смотрю мне теперь нужно замкнуть этот ряд вот я нахожу соединительную петельку я в нее ввожу крючок и делаю еще одну соединительную петлю вот что у меня получилось перехожу к следующему ряду поднимаюсь соединительной петелькой вот сюда к следующему сочленению и на вот этих трех столбиках без накида я провязываю столбик без накида прибавка столбик без накида и так же делаю соединительную петлю в левую свободную стенку петель перехожу на следующий ряд пропускаю ряд столбиков с одним накидом нахожу крайнюю свободную стенку петли делаю в нее соединительную петлю смотрите у нас наша креветочка стягивается так как у нас столбики без накида явно короче чем столбики с одним накидом плюс соединительные петли с другой стороны то наша креветочка начинает вот так вот сгибаться поворачиваем вязание и на 4 столбиках без накида точно так же довязываем 4 столбика без накида следующий ряд брюшка 1 2 3 4 завершаю ряд соединительной петелькой следующий край поднимаемся на следующий ряд брюшка также соединительной петелькой снова довязываем по брюшку 4 столбика без накида завершаем ряд соединительной петлей в следующем краешке переходим на следующий ряд брюшка соединительной петлей поворачиваем вязание еще 4 столбика без накида соединительная петля в край еще одна соединительная петелька вот так пропускаем мы ее делаем за воздушную петлю которую мы делали между столбиком без накида и столбиком с одним накидом поворачиваем вязание еще 4 столбика без накида за пузико и соединительная петля вот здесь где у нас закончился первый ряд столбиков с одним накидом вот смотрите у нас получилась такая вот фигурка я вытягиваю петельку обрезаю ее оставив хвостик нам надо будет потом вот это дело зашить этим кончиком набиваем нашу креветочку синтепоном зашиваем отверстие я зашиваю подхватываю обе кромки петли ближе к голове и обе кромки петли с пузиком теперь обратите внимание у нас есть большие отверстия вот здесь на них нам нужно сформировать красивые такие мошки вот эта часть у нас должна торчать поэтому мы отступаем 1,2 и только за третий столбик подхватываем чуть-чуть ниточку и делаем узелок со столбиком без накида который лежит рядом с этим столбиком я делаю узелок и обрезаю ниточку оставив кончик сантиметр это будет наша нависающая ножка вот так дальше подхватываем следующее место объединение вот столбик без накида и чуть-чуть отодвинув подхватываем третий столбик формируем узелок один хвостик для нас лишний я его прячу вглубь игрушки второй я также обрезаю на расстоянии одного сантиметра так закрываем все отверстия вот что у меня получилось после сшивания осталось сделать только большие ножки и вот такие вот усики чтобы сделать большие ножки я вам рекомендую отмотать метра два пряжи обрезать ее и разделить вот у меня пряжа делится на 4 нитки я по 2 оставляю на усик вот я отделила 2 ниточки я возьму крючочек потоньше и набираю 5 воздушных петелек это будет основа лапок дальше я делаю 8 воздушных петель на длину лапки 2 3 4 5 6 7 8 пропускаю одну петлю из от крючка и начиная со второй провязываю 7 соединительных столбиков 1 2 3 5 6 7 делаю соединительную петлю в следующий столбик и отсюда же провязываю 8 воздушных петель и снова 7 соединительных петелек по цепочке и еще одна соединительная петелька вот сюда в основании ножек перехожу ко второй петле основания ножек соединительной петелькой дальше нам нужно будет связать ножку на 9 воздушных петлях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 пропускаем одну петлю от крючка и провязываем 8 соединительных столбиков 1 2 3 5 6 7 8 делаем соединительную петлю в основании ножки и переходим соединительной петелькой к следующей петле основания ножек следующая ножка будет на 10 воздушных петлях соответственно у нас на нее помещается 9 соединительных столбиков соединительный столбик в основании ножки еще один соединительный столбик переводит нас к следующей воздушной петельки еще одна ножка также на 10 воздушных петлях соединительная петля последнюю петлю цепочки с основанием так с одной стороны у нас все лапки готовы со второй стороны нам нужно еще довязать 3 лапки две лапки на 10 петлях и одна лапка на 9 петлях соединительный столбик в основании лапки я вытягиваю ниточку вывожу ее на изнаночную сторону и теперь берем нашу креветочку и пришиваем лапки длинными лапками ближе кончику мордочки вот так по границе передней части тела по голове вот так пришиваем невидимыми стежками потайными стежками и осталось пришить глазки и сделать усики усики я буду делать из пряжи вот так вот подхватываю пару нитей на месте усика фиксирую их таким двойным узелком теперь перехожу к следующей стороне усика делаю узелок со второй стороны и выровняв длину усиков обрезаю кончики ниток вот такая у меня креветочка получилась есть еще небольшой нюанс который в ней можно доработать это можно укрепить усики я беру клей ПВА он у меня слегка подсох стал гуще я интенсивно пропитываю клеем ПВА усик можно по желанию также пропитать вот эти маленькие лыжноножки если захотите можете также пропитать хвостик чтобы он не сворачивался аккуратненько выкладываем усики чуть-чуть вперед и назад вперед и назад и вот в таком виде ваша креветочка должна подсохнуть из пряжи ярнар джинс креветочки получается 10 сантиметров в длину и они совсем тоненькие 3 сантиметра в ширину если вам понравился этот мастер-класс не забудьте поставить лайк и проверить оформлена ли у вас подписка на мой канал не забывайте делиться фотографиями своих работ больше всего фотографии мне присылают на мою страничку вконтакте ссылка на мою страничку дана в описании к этому видео буду рада вашим фотографиям и вашим отзывам всем большое спасибо за внимание до новых встреч да и и и Продолжение следует...